Добрый день, уважаемые подписчики медиапроектов фонда Святослав. Сегодня в рамках нашей традиционной рубрики «Встреча с известными учеными России, представляющими различные области фундаментальной науки». К нам, по вашим многочисленным просьбам, опять пришел замечательный российский ученый, профессор, доктор наук, который стоит у целого нового направления в науке, Анатолий Алексеевич Клесов. Добрый день, Анатолий Алексеевич. Добрый день, Герман Анатольевич. Спасибо вам за ваше согласие опять прийти к нам в студию. После нашей первой программы к нам поступило очень много вопросов от наших заинтересованных слушателей. И, в частности, мы начали разговор, вы рассказывали о том, как вы пришли, собственно говоря, к этому методу. Но вот, судя по характеру этих вопросов, не могли бы вы еще раз уточнить, а вот, собственно говоря, какую формулу вы придумали для того, чтобы вот так уверенно говорить о родстве с точки зрения вот мужской Y-хромосомы. Понятно. Ну, дело в том, что, как уже было в первой передаче, у нас был разговор о том, что мутация в ДНК является неупорядоченными. А как только мутация неупорядочена, казалось бы, это хаос. Но в хаосе, как правило, можно найти закономерности. Вот это парадокс такой, философский, наверное. То можно применять определенные уравнения физической химии, которые я и применил. Дело в том, что зачем вопрос их применять и что это нам даст? Когда, опять же, можно привести сравнение с изотопным анализом или реакциями радиоактивных изотопов, то можно определять времена полупревращения. И тут уже, видимо, гораздо меньше людей спросят, а зачем это нужно? Просто это позволяет поставить распад изотопов в определенный хронологический ряд. Одни распадают за секунды, другие за минуты, за месяц, за годы, за тысячелетия и так далее. То есть можно определять и предсказывать, когда распадется, например, на половину или на третью, 10% тот или иной изотоп. То же самое или похоже есть в мутациях ДНК. То есть когда мы определяем число мутаций, обычно делают так. Берутся ряд, например, современников наших, говоря о современниках, у них определяется число мутаций в их ДНК. И можно рассчитать, допустим, группу людей, когда жил их общий предок. Ну, например, мы берем русских, современных, сотни или тысячи людей и рассчитываем. Оказывается, их общий предок жил примерно 5 тысяч лет назад. И вот эту формулу как раз вы, собственно говоря, и предложили? Да, да. Можно, да, конечно. Дело в том, что можно считать разными путями. Можно считать как бы по прямой. Вообще счет очень простой. Берется количество мутаций, которые определяются вот в лабораториях, выдается у человека, выдается сертификат. И в этом сертификате приводится такая цепочка цифр, которая является аналогом номеру паспорта. Вот эта цепочка цифр этого человека. Если взять сотни или тысячи людей, у каждой своей цепочки цифр. И можно посчитать, это нетрудно, даже есть программа. Вот есть одна программа, которая была создана своим участием, и туда просто загружается, впечатывается цепочка цифр, и она тут же выдает, там всего столько-то мутаций. Это делится на количество людей и на величину, которая называется константы скорости мутации. То есть охарактеризует, как быстро происходит мутация в данной системе. И получается, что общий предок современных русских жил, например, 4900 лет назад. И тут мы начинаем задумываться, как же так? Ведь нам лингвисты, историки тоже говорят о том, что появились славяне полторы тысячи лет назад, то есть середина первого тысячелетия нашей эры. Даже не знают, они спорят между собой. Я понимаю, и выясняется, когда я стал с пристрастием допрашивать ряд лингвистов и историков, оказывается, что откуда взялась цифра, что славяне появились в середине первого тысячелетия нашей эры. Оказывается, они были упомянуты в литературе, в источниках письменных, в те самые времена. Я говорю, вы знаете, они упомянуты, но, может быть, они до этого же были не как славяне, как там анты или там скловены, или там как угодно, там икс, ир, из, как угодно назвать. И потом, у них что, не было папы с мамой, а у тех не было своих папы с мамой? То есть на самом деле не может быть такого, что раз, внезапно, так появились славяне. Такого не может быть. И мы выясняем, что, оказывается, общие предки современных русских, которые славяне, которые говорят на языках славянской группы, но это сейчас. Когда мы начинаем ходить на тысячелетия вглубь, понятие славянской группы, конечно, размывается. Да, это понятно. Потому что там идут другие языки, другие там праиндоевропейские языки, или арийские языки. Ведь на самом деле в XIX веке было в ходу понятие арийские языки. И известно, почему их переименовали в индоевропейские языки. Потому что немцы появились весьма агрессивно, что должны быть индо-германские языки. Да. Тут народ напрягся, ученый мир, и решили, пусть будет индоевропейский, и не будем отдавать это дело германцам. Поэтому тут тоже, ведь это вопрос о договоренности. Ведь как называть, как договоримся. Да, это понятно. Поэтому, и когда мы видим, что общие предки жили русских почти 5000 лет назад, то становится вопрос такой, а где талию будем делать вот между 1500 лет назад и 5000 лет назад? Тут приходит дело, лингвистика начинает нам помогать. Был такой замечательный структурный лингвист старости Сергей Анатольевич. И вот он изучал базовую лексику, в частности. А базовая лексика разных языков – это слова, которые наиболее стабильны в языке. Ну, я так условно говорю, мама, папа, звезда, вода, какие-то… Это не компьютер. Компьютер не попадает в базовую лексику. А это такие стабильные слова. И вот он брал языки и выписывал 100 слов, которые наиболее стабильны в данном языке. Это так называемый список сводыши. Так он называется в лингвистике. И он взял, например, древнеиндийский язык и выписал 100 наиболее стабильных слов в древнеиндийском языке. Взял русский язык, 100 наиболее, и сравнил. Оказалось, 54% базовой лексики современного русского языка совпадают с древнеиндийским языком. Ну, какие полторы тысячи лет назад, когда будущие древние индийцы ушли как раз вот сейчас по ДНК, генеалогии мы уже видим, с русской равнины, ушли на восток в сторону Индии. То есть ушли 4,5 тысячи лет назад, пришли в Индию 3,5 тысячи лет назад, а слова совпадают наполовину с современным русским языком. Но понятно, что полторы тысячи — это полный нонсенс в этом отношении. Ну, конечно, да, понятно. Так что, и вот здесь, почему это помогло, вернее, понимание в этом, потому что мы посчитали, когда жили общие предки современных русских. И так можно многие проводить, Ленин, скажем, там берем археологическую культуру, там находим, ну, скажем, там пару десятков для начала достаточно скелетных остатков, и делается из них ДНК, рассчитывается. А когда жил общий предок тех людей, которые жили там тогда и попали в те самые захоронения. И так мы можем коррортировать фактически весь мир. Когда жили, я в свое время уже давно, это публикается одна из моих первых, в 2009 году я взял большой набор американских индейцев, как сейчас называют нативные американцы. В США уже американцы-индейцы, это не корректно называть индейцами. Хотя, с другой стороны, они сами себя называют индейцами. И школы есть индейские и прочее. Это обычно белые, так сказать, люди, хотят быть более поликоритными, чем сами индейцы. Так вот, когда я взял большую группу их, у них сделано много анализов ДНК, оказалось, что общий предок современных американцев-индейцев жил 16 тысяч лет назад. То есть даже такие вещи уходят в группу, можно определять. И когда я посмотрел на их, так сказать, условно говоря, номера паспорта у каждого человека, я сказал, что это монголы. То есть просто... Это подтверждает гипотезу о том, что они перешли, когда Берингову проливу не было, была суша. Совершенно верно. Была Берингия, когда была суша, и они со стороны Монголии прошли наверх до современной, так сказать, понятия Якутии, и перебрались туда. И что интересно, в Северной Америке сейчас вот эта гоплогруппа Ку, вот мы говорили как раз, сибирская типичная гоплогруппа и монгольская, это Ку. И вот они прошли туда, и вот гоплогруппа Ку среди североамериканских индейцев всего лишь, в общем, меньше половины осталось, порядка трети. И вопрос, куда она делась? Ну, можно догадаться, куда она делась. Особенно помогает в этом то, что в Южной Америке 95% гоплогруппа Ку. Оказалось, ответ довольно простой. Когда туда пришли конкистадоры и прочие испанцы, они брезговали местными, так сказать, женщинами и с ними не смешивались. И так это осталось. У них не прекратилась линия 95% индейцев южных. А вот Северной Америкой, тут сами индейцы тоже помогли исчезновению, потому что там было определенное правило негласное, которое во многом было тоже у сервис народов на территории Российской Федерации. Когда гость приезжает, то жену передают, так сказать, во владение на ночь. И индейцы понимали сервис народа, что это помогает влить, так сказать, свежую кровь. Это препятствует вырождению данной группы. Дегенерации. Предки были мудры, не знаю генетики, они многие вещи понимали. И вот это же оказывается интересно. Вот те самые глупы Ку на русском севере, так скажем, и те же Ку там, видимо, древние обычаи тоже были перенесены через Беренгию в Америку. И это в пост Колумба во времена как раз у индейцев в основном гоплогруппа R1B. Как вот приезжали туда англичане, там, ирландцы и прочие, перенося свою гоплогруппу R1B из Европы, она сейчас в большой степени и у американских индейцев. Так что здесь тоже можно считать, когда жили общие предки, можно считать и по древним ДНК. Скажем, когда мы посчитали китайцев, у них гоплогруппа O основная, то же самое, у русских ее практически нет. Немного и субурят, но мало. В основном это китайская. Оказалось, общий предок жил 9 тысяч лет назад, у русских он 5 тысяч лет назад. И тут начинаешь задумываться, нам много говорили о том, как несчастные китайцы, там их и казни, были пытки, как они... Оказывается, они жили не так уж и плохо, когда 9 тысяч лет назад сохранили свои линии до настоящего времени. Древнейшая цивилизация, да, из древнейших и прямых. Да. Ну, понимаете, когда цивилизация... Древнейшие — это факт. Но нашли мы интересную вещь, которая позволяет задуматься по поводу корней цивилизации в Китае тоже. Дело в том, что арии, оказывается, пришли в Китай. Мы до этого не знали, никакие источники этого нет. Оказалось, вот этот эрадина. Но есть какое-то предание о римском легионе, который затерялся. Скорее, наверное, Александр Македонский, я не знаю, римский ли это. Может быть, и римский только потерялся. Да. Может быть, и греческий, и римский потерялись. Там же было такое предание. Но у них вряд ли было эрадина много. У них там, у них «е» выраженное в Греции. Так вот, эти самые арии, которые самые древних нашли, вот эта арийская гоплогруппа на русской равнине, фатяновская археологическая культура. Я не буду детально рассказывать, почему мы знали, что это именно арийская, но просто если взять за стандарт, что те, которые люди в высших кастах, это потомки ариев древних. Вот они эрадина, З-93, З-645. И они же на русской равнине. Но с фатяновской культурой здесь совпадают. Здесь вы совпали, в общем-то, с некоторыми догадками, которые делались и археологами, и историками, которые считали, что, возможно, именно фатяновская культура, еще та нераздельная популяция, из которой потом появятся и славяне, и германцы, и, возможно, Балты. А так это и оказалось. Потому что индексы четко, мутации четко совпадают. Я даже могу не приводить эти индексы цифровые, числовые, но вот фатянская культура огромная культура. Она территориально занимает место от границ Белоруссии, например, от Смоленской, до Урала почти, а на север до Вологодской области. Вот эта вот гигантская территория огромная. И на Валу нужно, кстати, в каком-то смысле, я предполагаю, а была полиэтничная. Она, да. И более того, писал об этом Краенов, который классик в изучении фатянской культуры, он писал, что это неоднородная культура фатянская. То есть понятно, что получается, что неоднородно жили разные племена. Но это же реплика, если я вспоминаю, культуры шноровой керамики и боевых топоров. Вы понимаете, так принято в истории считать. Но когда мы посмотрели, что фатянская культура в основном Р1А З-93, и мы не нашли этого КШК, культуру шноровой керамики. Возможно, пока не сделали... Традиции социальные есть. Дело в том, что на этой культуре вот эти сами боевые топоры находятся. Да, да. Но тем не менее, пока... Перенеслись элементы культуры, но не переселение людей. У меня даже догадка, я не знаю, возможно, историкам это показывается ересью, что культура волосовская, она может иметь отношение как раз к происхождению фатянской культуры. То есть тут могли быть две полосы продвижения. Из шнуровой керамики и волосовской культуры. Но волосовская, она и на территории такие русской равнины и находит. Правда, как и КШК, русская равнина, понятия очень обширные. Факт то, что вот, когда мы смотрим эти самые ДНК-генеалогии, вот эти гоплогруппы, там гоплотипы, там мутации, или как называют их, снипы, это калька с английского сокращения, и мы видим, как они, реально, как они шли. То есть это вот и с фатянской, в срубанную культуру, и с фатянского, в башевскую культуру, в потаповскую, в синташтинскую культуру, и дальше в Индию, и оттуда же, с Урала, на Алтай, скажем, Хакасы, они в большой степени имеют то же самое, R1A, Z93. Антоний Алексеевич, прошу прощения, что я говорю, но вот уточняющий момент, когда вы говорите, вот они шли, как историк, я вижу тут два возможных варианта, что значит шли. Буквально. Жили они там. А если они именно шли? И по пути все-таки оставили свое царственное семя и ушли дальше? Ну, вы понимаете, шли, это понятие, конечно, такое вот условное. Они жили там, потому что когда они... То, что вы видите, вы анализируете, это вот не случайно, так сказать, проходом? Нет, 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 это явно идет четкая передача наследственности от культуры, 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 то есть историки опериют, понятно, материальными признаками в этих культурах, тип жилищ, тип оружия. Но ведь могло же быть так, что они, вот представьте себе, вот популяция, скажем, вынуждена... Причем, вот мы в прошлой передаче говорили, почему уходят с одного, вот из Алтая, почему ушли. Но, скажем, в Европе бывает, как раз от очень хорошей жизни ушли, потому что хорошие условия, хорошие годы урожая, отсутствие эпидемий, демографический взрыв, а ареала для охоты, популяции животных для охоты не хватит, или если они перешли к земледелию, не хватит поля, обрабатываемое этого племени для того, чтобы такое количество покормить. И тогда по жребию у германцев, например, они просто некоторые рода по жребию выкинули, ну, разумеется, низшие рода были вынуждены уходить на новое место. Депортации. Депортации. Много мальчиков мало. По пути. Они же могли оставить? Могли. Конечно. И это останется в игрек, как бы... А метахинеральная своя, которая была местная. Да, воспитая. Ну, так оно, скорее всего, так оно и было, потому что берем, скажем, явную культуру, там только одна мужская гоплогруппа, Р1-Б. А женских, у каждого, у каждого, кого сделали анализ, она разная. Это экзогамия, скорее всего. То есть, женщин, кого брали со стороны, ну, как вот, девись Микола, какую-то там турчанку привез в курень наш, да? Так что, привез турчанку, он в виде военного трофея, она стала его женой, наложницей, да, конечно. Это вот Мелихов, история Мелихова, да? И, так что, такие вещи, конечно, возможны. Дело в том, что разнообразие женских гораздо больше, чем мужских. И вот здесь вот мы еще к этому вопросу подходим. Я сейчас буду с точки зрения, как бы, критики вас. Вам на это скажут, что, вот мы в прошлой передаче говорили, ГАПЛ и ГРУП всего 20. Ну, скажем так, пусть будет, неважно, ограниченный количеств. Человечество 8 миллиардов. Да. И нации, и национальности, национальности сейчас, ну, народности, 2000. 36 всего и 2000. И в этом смысле, можно ли вот делать такие длинные цепочки, которые, вот как они, эти физические антропологи, при всем том, что они говорят, что индоевропейцы вообще, ну, очень похожий антропологический тип, хотя он тоже мозаичен, он не, вот, нечистый, но чистого вообще ничего нет. Сусловно говоря, представление чистоте, это человеческое, при чистого ничего не бывает. Но, тем не менее, они умудрились при всем этом общем практически для каждого народа Европы, бельгийца, шотландца, там, англичанина, славянина, выявить вот свой антропологический тип. Можно ли... Мы сделали то же самое. То есть, для всего мира, куда дотянулись руки исследователей, потому что бывает там Папуа, Новая Гвинея, это поменьше работ было, но, тем не менее, а, скажем, если взять рекордное количество, это Италия, Англия, Ирландия, там десятки тысяч, если уже не сотни тысяч проанализированы. Есть такое... Но есть ли для них отдельные вот эти веточки? Конечно, конечно. Потому что R1B, это же все, и англичанин, и французы. У него где-то 1140 подуровней у этого R1B. И, конечно, можно налить... В Испании R1B, у них одни ветви. В Британии, в Англии, в Шотландии, в Ирландии, другие. Кое-что совпадает, особенно корневые, начально, потом они расходятся. Скажем, если говорить про R1A, Баларий, что у русских это вот 52%, у поляков 56%. То есть, на самом деле, линии похожи. Поэтому мы уже имеем две стороны, а одна главная гоплогруппы. И это обычное дело. Вот R1B, она доминирует в Испании, Португалии, в Италии, в Бельгии, во Франции, Ирландии, Шотландии, и Англии, и так далее. То есть, наций много, а гоплогруппа доминирующая одна. Так что, то, что насчитать можно тысячи, как бы, народностей, скажем, взять Сибирь. Вот я сейчас занимаюсь сибирскими народностями. То есть, очень интересно, именно древними ДНК. Вот уже известно, 640 ископаемых ДНК для Сибири. То есть, 640 точек для сопоставления. И мы прямо видим, то есть, когда анализируем, что вот они с церной Монголии пошли, и дальше на север, через Беренгию, в Америку. То есть, прямо тропа просматривается, как вот они переносили эти свои гоплогруппы, причем хвост все длиннее, длиннее, длиннее детально. И мы видим, в какую сторону шла как раз миграция. Так что, такие вещи. Это я к тому, что эта ДНК-генеалогия, она позволяет определять миграцию четко. Скажем, когда мы видим, что та же R1A, например, в Европе, она же в Сибири, но понятно, что она каким-то путем прошла туда или обратно. То есть, если бы не знать про эти цепочки, ну, не знаем симметрии, то ли туда, то ли обратно. А когда мы видим, что коротенькие цепочки были еще в Европе, они нарастились намного, когда они ушли в Индию, то уже направление миграции тоже прослеживается. Так вот, когда рассчитывать эти датировки, то это, получается, как бы трехмерные картины. И направление, и по времени это дело выясняется. Так вот, когда, к вашему возвращаюсь замечанию, что когда шли мигранты из одной культуры в другую, третью, четвертую, то есть они на самом деле от русской равнины до Индии шли те же люди по потомкам. То есть они шли, понятно, что не те же физические, они умирали, рождались другие у них. И вот это по потомкам линия четко прослеживается от русской равнины в Индию, причем именно высшие касты. Да, 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 это важно понимать. И они же прошли, вот эти же, они дошли, значит, когда до Урала, у них такая там была, я не знаю, там сходка определенная на Урале. Вот Аркаим к славянам никакого отношения не имеет. Это те самые древние арии, и поэтому те, кто там приезжают и, значит, там молятся, славянским богам не по адресу. То есть там не было... Ну, какие-то боги были, которых переносили, пантеон богов, но именно это были уже не славяне, так же, как и в Индии, от них не славяне и нерусские, но род один и тот же. Так вот, от Урала они ушли, одни ушли на юг в Индию, те же гоплогруппы в сторону Алтая, я упомянул хакасов, на самом деле они монголоидные, хакасы, а однако и родина. Но по маме, значит, монголоидные. Конечно, получается, что эти самые арии, которые прошли до Алтая, кто переженились или как там у них тогда называлось на местных девушках, на монголоидных, дети пошли монголоидные, особенно, когда 2-3 поколения, и они уже монголоидные полны. Ну вот, судя по тому, достаточно просто одной мамы, да, чтобы... Да, да, так же похоже, что, конечно, если повезет, то и мамы достаточно. Вот скажем, взять Пушкина, Александр Сергеевич, у него прадед Ганнибал, а однако же вот сохранилась... По материнской линии. По материнской линии, от отцовской, это эра дина у него. Так что здесь а негродность, метисность, она, так сказать, на лице. Той, Алексеевич, еще такой вопрос вот в рамках нашей сегодняшней встречи я хотел бы задать в развитии. Вот, если тот новый материал, тот новый факт, который вы даете с точки зрения этнической истории и этногенеза, они не могут быть все-таки... Их важно учитывать, их нельзя игнорировать. Но это один из факторов, потому что запутанно в некоторых своих передачах совершенно правильно говорите, что гаплогруппы не имеют национальности. Конечно. Я могу дать, прошу прощения, аналогию сходу, чтобы не потерять вот эту вот нить. Важно, что вы сказали, что это только один из факторов. Вот смотрите, орнитологи вешают колечко на лапку птицы и изучают направление миграции. Но при этом это колечко не рассказывает о том, почему они чирикают, как они вьют гнёзды. Поэтому много чего в стороне. Это как раз социальный момент. Но те орнитолы, которые вешают колечки, они этим и не задаются, у них другая задача найти направление миграции. Конечно. Здесь то же самое. Мы должны чётко понимать, что изучая ДНК, в них язык не записан, культура не записана, но они сопровождают часто как раз вот язык и культуру, они её не определяют. Вот, скажем, шли эти самые назовём их индоевропейцы, дошли до Индии, и это не значит, что эр-одинат диктовал их индоевропейский язык. Он просто сопровождал. Они шли, группы мигрантов. То же самое встречное. Этим занимались лингвисты, но это пока ещё почти, так сказать, пера инкогнитое. Как язык был принесён вот из салтайских, там, сибирской территории, принесён в итоге в Европу, и там были, как известно, доиндоевропейские языки. Вот если, по-моему, даже в Википедии там список этих самых доиндоевропейских языков. Какие-то были языки, кто это принёс, кто это, такие были люди. И вот получается, когда мы видим, что шли эр-один-б, со стороны Алтая, и они несли с собой сольки по всему языке, которые позже стали тюркскими. А кроманьонца кто-нибудь анализировал? Нет. Вообще нет? Нет, вообще нет. Но можно покрыть предположить, это кроманьонцы, это 40 тысяч лет назад примерно, это, но, правда, это обобщённое понятие, строго говоря, вообще из пещеры Кроманьон. Да, да, да. Но стали называть вообще древних людей. Но это 20 тысяч лет, тогда это кроманьонская эпоха приблизительная. Да, стали называть вообще древних людей, что вообще технически неправильно. Та же неандертальцам называть просто всех, кто жил в те времена. Но это... Интересно, мне кажется, что они их подозревали, что они какая-то очень существенная дали, вот, были предками значительной части индоевропейцев. Это, ну, это автофтонная. И индоевропейский язык был тоже принесён в Европу. Так что предками индоевропейцев, каких, когда индоевропейцы на самом деле. Ну да, да, да. Так что... Это может быть одна из ветвей. Анатолий Алексеевич, но я вот ещё всё-таки хотел бы вот к чему. То есть я подводил, что если проблемы этноса, они зависят всё-таки от согласия, от синтеза достижений разных наук, в конце концов мы... Здесь сложность состоит в том, что я говорил это, кстати, уже неоднократно, что мы в науке не можем договориться даже, что считать этносом. Нет устойчивых критерий. Вплоть до того, что есть специалисты, которые вообще... И это основной мейстрим сегодня в науке, которые вообще говорят, что этносов нет в объективной реальности. Что это вот всего лишь конструкт наш сознательный. Но есть одна тема, в которой данные вот вашей науки они безусловны. Это история семьи и рода. То есть там, где наследственность по мужской линии, ну просто и применительно к династиям. Это уж совершенно чётко. Вот мы с вами затронули тему Николая. И я не могу вас не спросить в этой связи, тем более, что у вас вышла книжка соответствующая не так давно в соответствии с Иди Павловной Грод. Вот эта дискуссия, которая уже 300 лет продолжается о том, кто такие русские князья. Шведы ли они? Нет. Есть ли такие вот данные? В любом случае не шведы. Почему? То есть шведов, а потому что когда проведён анализ Рюриковичей, ну правда туда должен оговориться, Рюриковичи, мы не знаем, что они от Рюрика, это то, что штатными генеалогами уже столетия они признаны Рюриковичем. Вот когда мы берём этих признанных Рюриковичей, мы спрашиваем, а какие у них гоплогруппы? Да. Значит, если у них у всех окажется одна, ну вот такая скорее всего была у Рюриковичей. Их, кажется, три разных гоплогруппы. То есть у современных Рюриковичей, которые исторически их считают, что это Рюриковичи, таких три гоплогруппы. Давайте назовём их. Да. Это Р1А, это восточнославянская Р1А, далее И2А, это южнославянская, и это Н1А1, это Уральская. Такая же, как у Прилепина? Такая же, как у Прилепина. Такая же, как у Бунина, между прочим, Ивана, Лауреат Нобелевская премия по литературе, но какой он финноугар Бунин? Это понятно, что славянин. И многие, флорианские, то же самое, какой он финноугар, таких много очень. Так вот, дело в том, что эти гоплогруппы у Рюриковичей, а их три, причём норманисты про двух, даже не говорят, проигрыш для них вариант, потому что восточная славянская родина у шведов и скандинавов такой нет практически, учитывая ту подгруппу, которая у них есть. Частную, частную. Да, вот эта родина Z-280, это Рюриковича, и вторая родина М-458. 280? Да, Z-280, у меня вот Z-280. А в Швеции она есть? Нет. Вообще? Вообще. Далее, ну, может, приехал, вот вчера один кто-нибудь из наших ребят туда поселился, и она появилась, а так исторически их там нет. То есть вторая, это западнославянская, тоже R-1A, вот таких много, в Польше, в Белоруссии, это называется М-458, R-1A, М-458, нет ни одной буквально, не найдено в Скандинавии и в Швеции. В Скандинавии, насколько я понимаю, частота ДНК исследований, но гораздо выше, чем у нас. Да, намного выше, намного выше. Так вот, короче говоря, ни Южнославянская, ни Восточнославянская, ни Западнославянская там нет, поэтому их, норманисты, даже и не упоминают тех Рыльковичей, они вцепились в одних, которые вот N-1A-1, что это вот, она, поскольку гаплогруппа, она, по их словам, широко, так сказать, популярна в Скандинавии и Швеции, что на самом деле не так. У шведов ее 7% вообще. 7%. У датчана Норвесов 1%. То есть, чтобы там она такая была... Ну, это может быть элита князья. Может быть, это не исключает, просто к тому, что их там мало. Так вот, дело в том, что вот эта группа Рылькович, которые члены Российско-Дворянского сообщества, это князья Российско-Дворянского собрания. Вот они, на самом деле, когда сделали ДНК-анализ, оказалось, что они родственники. Они образуют плотную группу, плотный узел. Все эти три гаплогруппы? Все нет, нет, только одна Н. А, Н. Эродина и то, что И, их даже не рассматривают, это понятно, что они даже не участвуют в дискуссии. Они явно не могут быть с князьями и шведами. Поэтому, конечно, можно придираться, что, ребят, так, избирательные. Это как там, понимаете, здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем. Так, это не научный подход. Ну, ладно, пусть будет так, сделаем снисхождение. Что это Н? Так вот, Н, все 11 человек, ну, сейчас можно что-то 12, ну, пусть будет 11 человек Российско-Дворянского собрания, князей, они образуют группу плотную, и у них вот эти вот метки, самые концевые, то есть, самые последние, что ранние, они могут по всему миру быть, а важно, самые последние. То у них есть такой индекс ВЛ, так обозначает, это ВЛ-11, ВЛ-12, ВЛ-14 и ВЛ-15. То есть, более частная, насколько я понимаю, совсем геточка. Это тонкая структура, как бы уже, вот этих всех Рюриковичей, их вот 4 всего самых таких конечных гоплогруппы. Если построить дерево генеалогически, то они уходят в одну веточку, и это самая концовка этой веточки, самый кончик ее. Вот там сидят все эти 11 человек. Какой у нее индекс? Это ВЛ-11, это Н1, это все Н, это вот уральское, исходное. И они все сидят плотно одной группой. ВЛ-11 есть в Швеции? Не нашли ни одной. То есть, ни одного, то есть, шведов там близко, рядом нет с этими вот 11 человек, они сидят на этой веточке, и ни шведов, ни датчан, ни норвежцев, ни фенов там нет. Но вам всегда на это скажут, что вот эти Рюриковичи, ныне живущие, это же сколько прошло за тысячу лет? Мало ли, где там мама, прабабушка, где там... Я понимаю. Потому что должно-то быть все-таки, если династия, а это династия, причем она такая очень хорошая династия, с традициями, родовыми традициями, там не должно быть, во-первых, три. Естественно. Там должен быть один. Конечно. Это уже странно. Ну вот мы выбрали, пусть будет N, вот это один. N1. Но они все равно современные. Может быть, это какая-то вот такая прививка сделана? На той ДНК-генеалогии, чтобы проверять, где там жили их и кто были их общие предки, на самом деле оказалось, что у всех этих 11 есть один общий предок. Который жил? Который жил в 9 веке. Это буквальное совпадение с... Да? С Рюриком. 872-й, там 800... 62-й. 62-й год, да. Ну, мы говорим о том, когда Рюрик умер, по-моему, это какое? Да. Ну, а мы не знаем. Ну, это да, это летописные данные. Короче говоря, это совпадает. Может быть, это был не Рюрик, может, это были летние воеводы. Да, кто угодно. А есть ли хоть одни данные по древним Рюриковичам? У нас же есть закоронение князей. Так вот, то есть пока мы говорим о современных, что они оказались родственники начиная с того времени. То есть сейчас они уже разбежались. Это понятно. Да. А по происхождению они все родственники. Так вот, поэтому вопрос стал. Надо найти, как вы правильно сказали, древнего Рюриковича. Желает, конечно, самого Рюрика, если найдется древнего Рюриковича. И тогда по нему, так сказать, смотреть, а где он окажется? В этой же группе или он окажется совершенно отдельно? Может, вообще, Сародина окажется или там с И2А и так далее? Нашли. И вот здесь работа была проведена, я считаю, археологами замечательная. К археологам вопросов вообще здесь нет, только можно хвалить. О том, что нашли монастырь, в котором, по сведениям, был похоронен сын Александра Невского, который был Дмитрий Александрович, соответственно. И, ну, правда, конечно, были вопросы, а те ли кости там остались, может быть, что-то уже подменили. Там бывает такое. Нет, но есть кости, было идентифицировано место, которое можно изучать. И вот тогда, понимаете, если бы эти кости, ДНК попало в ту же группу, ну, тогда это действительно он самый. Вот если он остался в стороне, тогда ничего сказать нельзя. Так вот, проверили. Попал? Да. Так вот, археологи сделали замечательную работу, нашли, дали генетикам, изучайте. Дальше что? Генетики провели, работа тоже важная, безусловная, хотя бы потому, что они не давали до конца, но не давали до того, когда другие перехватились и работу завершили. Что тоже важно, без этого окончательный результат не появился бы. Ну, конечно. То есть они показали, что вот есть этот геном, выделенный, вот его анализ, и на этом остановились практически. А вот группа есть одна, очень известная, это группа называется Y-Full, она называется по-английски, но это российская группа, они как раз, те, так сказать, депонировали геном. Вот есть база данных, куда этот геном, эта группа генетиков положила. Те взяли этот геном и проанализировали дальше. И нашли, что это VL-11. Совпало. Совпало. То есть это совпало прямо с одним, уже есть VL-11, там это еще один наложился, и плюс это рядом, 12, 14, 15. То есть русский исторически, видимо, все-таки Н-1. Да, то есть это, судя по всему, по этим данным, что Рюрик, если он был, или это влиятельные воеводы, если он был, не важно, не важно, предок вот этой группы князей. Потому что, кстати, то, что я не просто повторяю, что это князья, вот часто мне вопрос задают, вот, а что если у меня вот гоплогруппа, или там, окажется такая же, как и Рюриковичей? Значит, получается, я и Рюрикович, я говорю, нет. Почему? А потому что Рюриковичи, это 40 поколений боевых командиров, которые служили во славу России. А вы кто? Ну, совпало. Ну, малые, понимаете, бастард, приблудные, там, внебрачные. Это неизвестно. Нет, я понимаю, но тут я должен привести пример, вот какой. Был такой Джефферсон, Томас Джефферсон, президент США. У него была рабыня с служанкой. Ну, так сказать, нравы были тогда, сами понимаете, какие. Короче говоря, родился, значит, сын, и Джефферсон давно уже нет, а дети этого до настоящего времени сохранились, и один из этих потомков, он сделал себе ДНК-анализ, и показал, что он совпадает в ДНК Томаса Джефферсона. Ну, неудивительно, потому что и маловато, так сказать, правильно все рассказала. Он пришел в клуб потомков Джефферсона. Есть такой элитный клуб, очень-очень высокий в США, и говорит, я, ваш, это сомнение. А у них много там их? Разных клубов полно. Клубы потомков Майфлауры, которые... Нет, у Джефферсона, у него много потомков, реально? Ну, да, да, много реально потомков. Они образовали клуб, во всяком случае. И он туда пришел, говорит, давайте, вот я сделал ДНК-анализ, у меня... Его послали, я даже не сомневаюсь. Совершенно верно. В далекие путешествия позвал. И сказали, что бастардов, они нас не интересуют. Нас интересуют реально, потому что, они говорят, все потомки Томаса Джефферсона, они работали, и на благо Америки, внесли большой вклад. Вот это сенаторы, там, там, губернаторы. Анатолий Алексеевич, давайте вернемся... Так вот, я к тому, что Рюрикович, это не гоплотив, это все-таки, понимаете... Социальное явление, здесь я вас категорически поддерживаю. Анатолий Алексеевич, ну, а это ВЛ-11? Этот ВЛ-11, да. Он ВЛ-11, и более того, повторяю, что в этой... стало теперь уже 12, учитывая того в этой группе. Никого с Канинавой близко нет. То есть, они есть намного выше и на боковых ветвях, от которых Рюрикович не происходит. Это боковые ветви, они не могут происходить. Кто-то вернулся в это исходное положение. Поэтому никакого отношения к Канинавам и к шведам в частности... Ну, какой-то общий далекий предок, возможно. Ну, малый. Вот туда же и Закар прилипно попадает, как вот... Ну, да. Туда тоже дерево. И более того, попадает, ну, как минимум, десятки миллионов человек. И она ведь не родная в любом случае для Скандинавии, она туда тоже какое-то время была занесена? Во-первых, родных Н нет. Это Уральская. Все, которые есть в Европе... А вообще вопросов нет, потому что они кто там, куда пошел дальше. Да. То есть они как шли с Уралы, они более того, половина... Тем более для шведов, я не думаю, что они согласятся с тем, что они пришли с Урала. Они либо автортонные, либо пришли с Дона. Губани дура. Понятно. Короче говоря, тут мы с вами сразу попали в одну длину волны, так сказать. Потому что, когда уральцы шли туда, они, конечно, часть из них пошли севернее Финляндии, часть из них пошли южнее и стали эстонцами, литовцами, латышами. Половина эстонцев, латышей и литовцев имеет уже N. И вот только оттуда небольшое количество прошло дальше, по Скандинавию попало, значит, туда, в Норвегию, Данию, Швецию. Это не автортоном, понятное дело, все они отсюда. Но технически, возможно, было, что вот оттуда Рюрик пришел. Да, я понял. И перенес с собой метку характерную. Оказывается... То есть он не мог принести, судя по вашим данным? Нет, он не мог принести, потому что ничего близкого к Швеции, к Скандинавии нет. Это было долго до этого. То есть, Ильич, ну вот я понимаю, какой работой вы ссылаетесь, археологи проделывали, и генетики проделывали колоссальную работу, там же, насколько я понимаю, полный геном расшифрован. Да, да. Работа, на самом деле, тут можно похвалить всех, потому что без вклада и археологов, и генетиков не было бы окончательного результата. Но там появилась, насколько я понимаю, еще одна. Правильно ли я это понял? Потому что там все-таки специфический. Гуманитариям сложно читать подобную публикацию. Что по маме он получился тоже очень какой-то неожиданный. Да, это восточный. По митохондриальной хромосоме, это женская, то есть хромосома. Да, да. Он, если в общем словах, то, допустим, степняк, можно сказать. Монгол? Ну, у женщин трудно вообще здесь такие, потому что у них именно вот, я упоминал в предыдущей передаче, что они крутят замечательные карусели, женщины, очень важные, потому что они переходят, идут к селению к мужу, приносят с собой опыт жизни из другого селения. Это не славянка. Понятно. Ну, значит, вероятность крайне мала, так скажем, чтобы это было славянкой. У славянок другие, опять же, тут о вероятности речь, но, скорее всего, это было степное происхождение. Я вам скажу прямо. Это могла быть колмычка, грубо говоря, половчанка. Мы называем по летописи, что все князья должны были ездить на поклон в Орду. Да. Вообще, у русских князей, начиная вот как раз и раньше, соседство со степью, степь угроза постоянная, и в числе этих дипломатических, скажем так, отношений, русские князья не только мечом, но иногда и оружием дипломатии вступали в брак. Да. Они вступали в брак с половецкими княжнами, мы точно знаем, что они вступали в брак с представителями династии Чингизидов. В частности, хан Узбек отдал свою сестру, родную, Кончаку, значит, за Юрия Даниловича. Как раз тоже имеет отношение к Москве брата старшего Ивана Калиты. И там вот в результате как раз ну, она погибла, ее Михаил Тверской, если не память не изменяет, но неважно. Значит, я рискну предположить, что Александр Невский мог быть в Орде, он был в Орде, судя по источникам, и вполне возможно, что кто-то из Чингизидов, членов этой семьи, ну, состоялся брак, который не отразился в наших летописях. Это возможно? Это возможно. То есть, такое отличать, вернее, отрицать нельзя. То есть, это полноценная гипотеза. Если бы не было этих данных по метафедральной гоплогруппе, гипотеза была бы висящей в воздухе. А тут есть привязка. Как известно, гипотеза должна иметь основание, иначе это так, фантазия. Основание есть. То есть, можно предположить вполне, что он был, его отец, Александр Невский, был женат на Половчанке, Чингизиткеле, на Монголкеле. И это сыграло, возможно, политическое решающее значение в том, как его принимали в Орде, потому что она была при нем таким поплавком, так скажем. Очень может быть. Хотя тут по-разному они могли поступить, но дело в том, что если Дмитрий учесть то, что Дмитрий это старший сын Александра Невского, то если эта гипотеза верна, то тогда есть вероятность того, что и Даниил тоже является... Если мать одна, тогда у всех у них должно быть... Тогда у них вполне могли проявиться монголоидные черты. Тоже, может быть, конечно. И это фактор, который мы совершенно никогда не учитывали, но он дает нам ну как бы дополнительную пищу для размышлений, в том числе рассуждая о вот тех сложных процессах, которые происходили здесь в дальнейшем, и в том числе и в рамках проблемы и причин возвышения Москвы. Почему в конечном итоге? Ведь все-таки хан Узбек, он пошел на... Ну, по сути дела, он поддержал, конечно, Москву в этом противостоянии. Хотя, конечно, были поводы данные, Тверское восстание 1927 года, но все-таки вот он... Я всегда... Я не понимал, почему он не должен был позволить так возвыситься Москве, разделяя властвы. Он должен был отнять ярлык, а он вот этот момент упустил, что во многом потом предопределило, мне кажется, и Куликовскую победу, и не только. Ну, во многом же это и было дипломатии древности. Да, ну, конечно. Как мы знаем, это был мощным инструментом вот таких дипломатических отношений. Что касается то, что были монголоиды или имеют черты, это же черты как приходят, так и уходят. Ну, понятно. Потому что последующие, допустим, были в Жонославянке, пара поколений, и монголоид исчезает. Вот у меня есть в моей коллекции, я публиковал в книге фотографии исходное, есть Хакас, чисто монголоидный. Вот его фотографии у меня в книге есть. Дальше он женился на москвичке, на баландинке. Ребёнок у него уже уже не такой выраженный монголоид, уже, так сказать, монголоидные черты растворяются. Дальше фотографии, третья фотография, внук этого дела, уже практически никакой монголоидности нет. И, наконец, его трое дочерей играет там около детской коляски, там лежит ещё один. Но москвички, то есть никакой разницы нет. То есть, короче говоря, монголоидность исчезла за три поколения полностью. Так что здесь она появляется, она исчезает, поэтому вот эта физическая антропология, она, на самом деле, это такой моментальный срез, потому что раньше могло быть по-другому и позже может быть по-другому. Зависит от того, кто туда, какие женщины войдут в это уравнение. Раньше и позже. Ну что ж, Антон Алексеевич, огромное спасибо за этот увлекательный рассказ. К сожалению, время нашей передачи неумолимо заканчивается. Мы, наверное, на этом сегодня эту программу закончим, но мы, понятно, что мы только приступили к рассмотрению очень таких животрепещущих важных моментов. И ваше последнее замечание тоже, мне кажется, очень важным, потому что, несмотря на то, что мы говорим, в общем-то, о таких вещах, как кровь, родство, биологическое родство, на самом деле, мы исходим из того, что это отнюдь не определяющие с точки зрения социальных процессов моментов. Это просто тот фактор, новый вид источника, который до этого не использовался, но который при наложении на ту сумму данных, которая у нас уже есть, и добыта другими науками, позволит нам скорректировать и представить более объемным процессы, увидеть то, что мы раньше не видели. И, соответственно, так наука и развивается. Конечно, в этом и ценность. Дело в том, что мы не можем рассмотреть все стороны, это такая многогранная вообще тематика, и каждая грань имеет свои исторические примеры, прецеденты. Скажем, можно было бы рассказать, но сейчас уже не уложимся. Я сам учусь на этом деле во многом, потому что, скажем, когда мы знаем, что в Индии высший каст, там понятно, пришли это вот Эра Динай, сами создали высший каст, сами туда записались, понятное дело, и уже 3000 с лишним лет они их держат. Там, моё поколение, мы помним индийские фильмы, когда женщина в зале в слезах, а там драмы, он из высшей касты, она вне кастовая, система не позволяет им образовать семью или там наоборот. И вот так они они держали жёсткое кастовую систему три с половиной тысячи лет и сохранили во многом структуру. И я не знал, что подобная же вещь и в арабских странах. И когда я стал сейчас активно общаться с арабами по этой тематике, они сказали, что мы согласились с тем, что формально высшая каста нет, а реальная, это и сеиды, и имамы, и там элита раб скупчества. Ну и родовой строй, он всегда, он неизбежный королевский рода. И оказалось, что они во многом эра дина. То есть похоже, что когда пришли метанийские арии, а это любой историк знает, метанийские арии, историки не знают, что они пришли с русской равнины, потому что тут гадали, откуда метаний, то ли это Иран, то ли что-то ещё, а это пришли с русской, те же самые, что и в оттянской культуре, точно так же это всё на Ближнем Востоке, среди арабов, 12% арабов имеют полгруппу эра дина. И вот есть такое клан. У них своя же ветка, не Z-280. Нет, у них Z-93, та, которая в Индии. Есть в оттяновской культуре. И которая в оттянской культуре. То есть продолжается в оттянской культуре, как ни удивительно, и на Ближнем Востоке. Так вот, есть... И у семитов, что как бы... Да, ну, Ашкеназия, во многом левиты. Левиты тоже? Эра дина. Эра дина. И тоже 93? И тоже 93. Но своя ветка. Ну, мы на этом должны у тебя заканчивать. Хорошо. Продолжим эту тему. Я про то, что сейчас не буду продолжать, что высшие, такие же, оказывается, есть в арабских странах. Более того, они эра дина, они в Коране отражены. И сейчас идет схватка практически среди арабов. Кто главнее? Какая группа главнее? Вот это вот. Надо им быть... Какая самая рабистая? Ну, да. Спасибо, Анатолий Алексеевич. Ну, а с вами, уважаемые подписчики, наши слушатели, мы на этом прощаемся. Подписывайтесь на медиапроект фонда Святослав, потому что будет еще интересней. Поверьте, историки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова